Тебе одному мы поклоняемся и тебя одного молим о помощи. Сура Аль-Фатиха, пятый аят. Толкование этого аята. В соответствии с грамматикой арабского языка, если местоимение стоит перед глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого лица и никого более. Поэтому обсуждаемое нами откровение имеет следующий смысл – мы поклоняемся тебе и не поклоняемся никому иному, и мы взываем о помощи к тебе и не взываем о помощи ни к кому иному. Поклонение упомянуто прежде, чем мольба о помощи, и подобный оборот является примером включения частного в общее, потому что при перечислении общее принято упоминать раньше частного. Наряду с этим такая последовательность слов указывает на то, что право Всевышнего Аллаха превыше права его рабов. Поклонение – это понятие, охватывающее все слова и деяния, совершаемые как душой, так и телом, которые Аллах любит и одобряет. Мольба о помощи – это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой одарить добром и уберечь от зла, проникнутое верой в то, что это непременно сбудется. Именно поклонение и мольба о помощи являются верным способом обретения вечного счастья и избавления от всякого зла. Помимо этого нет иного пути к спасению. Вот почему очень важно знать, что поклонение обретает свой подлинный смысл лишь тогда, когда совершается ради Аллаха, в полном соответствии с наставлениями его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Без выполнения этих двух условий немыслимо никакое поклонение. Конец толкования. От себя добавлю, каждый человек, совершающий намаз, читает этот аят как минимум 17 раз в день. Однако, несмотря на это, существуют люди, которые взывают к устазам наряду с Аллахом, особенно в момент опасности, восклицая «О такой-то, помоги мне». Происходит это от того, что читающий не знает смысл того, что он читает. Призываем одуматься к тем, кто взывает еще к кому-то наряду с Аллахом. Знаете же, что Аллах не прощает этот грех. «Ин الله لا يغفر أن يشرك به ويرفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً»